Потому что это прямое знание. Ничего нет между. Она не имеет отношения никакой с религией. Религии были созданы людьми без так называемого рождения. Я для вас так установить общество всего лишь. Если вы начнете читать Бхагавадгиту, Кришна говорит там в дрожце религии. И иди к себе без Я. И это окончательная истина. Когда ты знаешь себя в настоящих местах, И ты не находишь, что больше ничего кроме тебя здесь нет. И вся любовь только внутри тебя. Но ты любишь не себя, ты любишь какого-то Бога внешнего. Ты должен это поменять. Люби себя. А ты любишь это тело. Это мертвое тело. Без твоего присутствия, без твоего существования это тело не имеет вообще никакого смысла. А ты стал сжатывать одно от таких огромного количества концепций, иллюзорных мыслей. Что там после рождения, что перед рождением, после смерти, что там? Это все о полнейшей игре. Это все о полнейшей игре. Для осуществования кем-то был, для сознания. После исчезновения сознания, бытия и существования кем ты будешь? Ты скажешь, я не знаю. Это все о полнейшей игре. Потому что это тело не весит. Ты был бы маленьким, а потом ты вырос, а через некоторое время станешь старым. А потом, хочешь ты этого или не хочешь, и все равно тебе придется подвинуться. Мы не сможем это взять с собой. Мы боимся, чтобы она не ушла. И страх смерти появится. Потому что мы не знаем, что смерть. Потому что мы себя оцениваем как мужчину или женщину. А ты ни мужчина, ни женщина. А невидимый и анонимный дух — это твоя суть. Зачем езди туда-сюда? Все только внутри тебя. Зачем мы сюда, чтобы поехать туда-сюда или сюда? Это все о фокусе. Все чудеса и вся магия только внутри тебя. Ты источник всех чудес и всей магии. Это не интеллектуальный мир. Он говорит о слушателе, который внутри тебя. Нет. Не в этом цели. Не этому телу. Смотри на себя сами внутренними глазами. А что это делает? Только кости, плоть и кровь. В один день он все хочет. А ты никуда не уйдешь. А если дом разрушится, то небо останется. Этот дом разрушится, а дух останется. Зачем страдать? Зачем бояться смерти? Я нерожденный. Тогда никакой вопрос смерти вообще не возникает. И это окончательная истина. А когда ты понимаешь, что окончательная истина, зачем вообще волноваться по тому, что происходит? И этот покой и счастье спонтанное. Без каких-либо объективных или материальных причин. Ты основа всего мира. Но ты себя недооцениваешь. Ты и в пользу от Бога. В покое. В счастье. В жизни без волнений. Бесстрашная жизнь. Это возможно? Да, это возможно. Только тебе нужно погрузиться в себя. А мы ищем что-то в ауне. Что-то другое. Это прямой контакт. Ничего нет между. У тебя должна быть сильная воля. И да, я хочу знать себя. Мы знаем все. Кроме себя. У нас много историй про Бога, Богини. Духовность. Атман, Брагман. Заботишь его. Заботишь его. Зачем думать о том что будет бдиться? До рождения этой решалки, где ты родишься, кем ты будешь. Это все воображение. Это только потому, что мы постоянно думаем с точки зрения тела. У тебя есть духовные знания, но это только все в соответствии с телесным знаниями. А когда все телесное знание исчезнет, только тогда ты будешь. Ты должен быть храбрым достаточно. Сильным. Сильная воля. Нет ничего невозможного. Все эти великие святые, у них был точно такой же дух, как внутри тебя. Они знали реальность, а мы нет. Это очень-очень простое знание. Не бегание по кругу. Не бегание по кругу. А кругу зацепляет. Круг зацепляет. Что ты говоришь? Что скажешь, спрашивай меня, мельчайшие сомнения? Мельчайшие сомнения могут создать огромное количество проблем. Мельчайшие сомнения.